здравствуйте друзья сегодня хочу поговорить с вами о хлорофитумах у меня есть ролик уже хлорофитуме о его требованиях к грунту и вообще я рассказала там свой опыт как хорошо и вкусно растется хлорофитум у меня в мягких рыхлых грунтах и вот сегодня хочу показать вам вот такой экземплярчик смотрите это хлорофитум витатум его форма такая белая он никогда не становится зеленым у него четкая полосочка беленькая с двумя салатовыми по краям по центру ну в общем красавчик у него такие острые ровные красивые листочки в общем симпатяшка каких еще поискать вот этот кустик у меня рос с весны он был приготовлен на продажу но остался уже одним их из последних но я решила из него сделать новый маточник поскольку старый уже ну совсем старый вы сами понимаете и сейчас покажу вам что у нас здесь наросло он был как раз рыхленький на основе торфа и перегноя кстати не так просто его вынуть корни уже есть вот какая шикардосная корневая система так стаканчик у меня вот таким вкладышем кстати очень удобные штуки стакан литровый этот из подросады стакан рекомендую кто занимается выращиванием на продажу очень хорошие стаканы правда дороговатые ну ничего зато удобно посмотрите какие жирные шикарные корни у хлорофитума вот эти вот крупные такие корешки они служат запасными органами кроме того имеется такая мочковатая разветвленная система это основные всасывающие корешки если вашему хлорофитуму было вкусно и хорошо в вашем приготовленном грунте значит у него примерно вот такая корневая система и будет и рост сила роста его скорость тоже будут достойные быстрые при пересадке беру я уже такой приличный тут 32 по моему литра горшочек немножко я растребушу корни потому что они были в квадратном горшке теперь у них будет круглый горшок и для того чтобы они быстренько осваивали предложенный новый грунт я их немножечко раз трясу вот так заметьте почти все сухое да вот субстратик такой сыпучий и сухой здесь у меня приготовлена целая ванна шикарного вкусного подобного же грунта что в его состав входит ну во-первых дерновая земля так которая имеется у меня в доступе потом перегной опилочный перегной поскольку у нас есть еще на подворье и животные и из их навоза мы получаем хороший вкусный для растений перегной кроме этого обязательно состав входит торф мы работаем с рассадой торфа у нас всегда много приходится закупать и обязательно есть разрыхлитель в данном случае у меня перлит но это остатки там атакури не укоренение черенков там все это сюда может быть добавлен вермикулит но это такое есть значит добавляю если нет ну и не надо и еще вот эти осколки вы видите здесь это осколки корневых систем от гипиаструмов просто я тут занималась пересадка гипиаструмов и естественно использованный от них субстрат пошел вот в этот грунт просто он смешивается с новой партией перегной чикой дерновой земли и это нисколько не вредит другим растениям этот же грунт будет использована 5 для пересадки гипиаструмов но в данном случае он пригодится и хлорофитуму по составу хлорофитум прекрасно в нем будет жить проверено поэтому когда вы спрашивать какой лучше использовать грунт используйте тот который у вас есть просто вы имеете ввиду что свойства грунта должны отвечать некоторым требованиям таким как питательность то есть он должен быть в меру питательный не должен быть он прям чистый перегной или биогумус он должен быть рыхлый достаточно рыхлый чтобы корневая система легко его смогла осваивать и он должен содержать приличное количество воздуха потому что корневая система она прежде всего дышит и кислород воздуха необходим для обмена веществ и газообмена в корневой системе ну и должен обладать некой такой влагоудерживающей способностью чтобы не очень быстро пересыхать но в то же время и не закисать не уплотняться да по поводу уплотнения плотность грунта не должна быть высокой не должен содержать таких много глинистых частиц очень мелких которые бы слеживались и не давали корневой системе хорошо развиваться ну все пока я вам рассказывала уже посадила вот такой красавчик у меня даже очень прилично смотрится и совсем не маленький для такого горшка да кстати по размеру горшков вот в хорошие корневой с хорошей корневой системы растения принципе можно давать немножко побольше горшок поскольку корневая она очень быстро заполнит этот объем но раз хорошие корни значит хорошие вершочки будут будут отлично расти вывешивать я буду этот горшочек на подвеске на самые освещенные места то есть под крышу теплицы на южную сторону а вы своих хлорики выставляйте на самые тоже светлые стены или на подоконники если у вас восточные западные окна на северных не пойдет это очень светолюбивые растения ну а на южных чтобы не горели и не подсушивали кончики листьев можно вывешивать на светлые стены будет очень замечательно и им все понравится есть у меня в коллекции хлорофитумов еще вот такой оранжевый знаете первое знакомство с этим хлорофитумом у меня состоялось несколько лет назад и она была очень даже неудачной короче я разочаровалась в нем как-то он у меня не пошел причина была вот такие пятна листья чернели коричневели в общем я не смогла с ним справиться позже мне просто попали семена мне их прислали семена хлорофитума оранжевого такие обычные семена круглые горошеки я их посеяла и каково было мое удивление когда они практически сто процентов зашли боже мой куда девать это всего араву ну деваться некуда растения выросли кое-что я распикировала по стаканчикам кое-что по пол-литровым стаканчиком ну и кое-что посадила в 06 в 08 в надежде что они прям ну пойдут на рынке конечно они не идут потому что растение такое еще мало известная но что хочу отметить листья вот эти пятна стали появляться она появляться они у меня теперь стали осенью до первое мое знакомство произошло как раз зимний период мне подарили такой небольшой экземплярчик и вот зимой я с ним не справилась что я делаю какие выводы я понимаю что при снижении температуры летом были шикарные листья при снижении температуры стоит начинают появляться пятна листья могут прям чернеть прям нижние листья могут чернеть я все-таки это связываю с температурой кроме того изменяется освещение когда был естественный яркий рассеянный свет хлорофит у мы росли активненько кстати они также как и предыдущие два вида достаточно водохлебные пересыхают быстро листовая поверхность у них мощная смотрите листья широкие испарение большое что у нас корневой системе экземплярчик подсушенный я всегда так пересаживаю немножко подсушив растениям что мы видим в корнях корни ну приличные корни неплохие и что-то вот я не вижу этих вот запасающих корней а нет вот они появились вот они красавчики то есть все так же как и у предыдущих видов тоже вот есть запасающие крупные корни и хорошая такая разветвленная мочковатая корневая система но грунт здесь тоже рыхленький ну и соответственно горшок я беру такой же чтобы все три маточника у меня были одинаковые и грунт тот же самый посмотрим как в этот зимний период в эту зиму как мы тут с ним найдем общий язык или нет потом буду делать выводы пока же у меня он только в в качестве сеянцев малышей и вот один из сеянцев я превращаю в свой маточник хочу тоже довести его до цветения по разным источникам знаю что он неплохо вызревает семена у тонколистных хлорофитумов я вызревших семена семян не видела видела только детки собственно чем я их и размножаю детками воздушными отводками ну а этот я сама размножила из семян и хочу тоже повторить опыт как вы считаете идет ему такой горшок я думаю идет в общем как обычно будем посмотреть буду держать вас в курсе событий всего доброго до свидания и